всем привет это алекс и я рада приветствовать вас на своем канале в который раз который раз я опять пытаюсь вернуться на youtube это наверно в третий раз будем считать что это третий раз когда я возвращаюсь и обычно говорят что третий раз никогда не врет в третий раз должно обязательно получиться я тоже очень это надеюсь очень многие спрашивали когда же я вернусь почему я больше не снимаю видео и я так подумала мне больше нет никаких причин отнекиваться и не снимать видео помещение у меня есть возможность у меня есть так что да больше не могу никого винить кроме как саму себя так что давайте попробуем надеюсь на этот раз я вернулась и надолго всем спасибо что оставались все это время со мной как вы уже видели в названии видео сегодня я буду говорить об одном из продуктов от анастейша beverly hills это новый продукт не знаю если он уже у вас и это brow definer средства для оформления бровей появился он совсем недавно и вот я сразу же решила его заказать и попробовать так как продукт анастейша beverly hills я обожаю у меня есть наверное все продукты возможные для бровей и мне она очень нравится в основном мой фаворит это brow wiz вы наверное знаете такой автоматический карандаш с одной стороны выкручивающийся карандаш с другой стороны вот такая вот щёточка и brow wiz не сильно то он отличается выглядит он вот так по дизайну он покороче потолще что мне в нем не нравится сразу такой минус как бы для меня это большая щёточка в brow wiz она более тонкая и нравится мне как-то больше ну это не скажу что очень плохая она хорошо растушевывает но все-таки я склоняюсь и рука моя тянется больше к brow wiz как выглядит сам карандаш он мне немножко поюзан уже так что если вы хотите увидеть как он выглядит в первоначальном виде то посмотрите в интернете в общем вот так вот он тоже выкручивается чем этот продукт такой крутой как они заявляют то что у него есть три разных толщины значит у него есть такой вот если дозатор формы треугольничком значит у нас есть самый тоненький на ребре кончик есть потолще средний и также его можно положить сплошмяра если вас про и широкий и так вот рисовать у меня этот карандаш в оттеночке брюнет то есть dark brown называется сейчас я так думаю это цвет который мне пользуюсь всегда брау из на данный момент у меня medium brown я решила сделать брови немножко посветлее я люблю экспериментировать вот но сейчас у меня оформлены брови полностью вот этим вот карандашом но также при использовании теней для бровей также это настоящий beverly hills немножко похоже вы увидите как я их делала и что могу сказать целом такого прям вау от этого продукта я не почувствовала когда я его с утра получила перед работой я решила сразу же быстренько накраситься и у меня была паника потому что я не могла понять как ладно тоненьким кончиком как-то там пыталась рисовать толстым у меня получалось рисовать не там где я хочу и в общем я очень нервничала и консистенция мне показалось немножко другая но пока и украшаю сегодня в принципе получилось довольно таки быстро и я думаю неплохо держится очень долго так же как и бровой из что мне очень нравится не нужно бегать каждые 5 минут смотреться в зеркало как же там мои брови довольно таки стойки вот и да наверное давайте же посмотрим как я их оформляла и потом я вам скажу свой заключительный вердикт вот значит карандаш который я вам уже ранее показывал такая довольно таки толстая щеточка но много толще чем в брау из видите вот чем отличается да вот значит потолще которую это про дефайнер и брау из потоньше мне она нравится много больше мне кажется на больше такая сайс больше точная будет и вот так выглядит на другом конце скошенный такой дозатор и как бы он должен быть такой остренький скошена но как видите я ему уже пользовалась поэтому он такой не очень то и тонкий схожу хотя вот когда его вытаскиваю что этот край все также остается довольно таки острым я сначала расчесываю зачесываю волоски кверху и дальше начинаю оправлять я стараюсь сделать это тонким кончиком и я начинаю где-то не от начала но ближе к середине таким его штрихами я обычно люблю проводить такую довольно таки четкую линию сразу рисую хвостик и теперь такой более толстую стороной я пройдусь немножко внешней стороны внутренней в общем у начала браи хочу сказать что карандаш по консистенции мне кажется это 11 брау из только что вот здесь они вымендрали сделали такую форму необычную якобы который можно использовать струй с трех сторон три разных толщины мне в принципе этого не нужно потому что все равно если вы хотите получить более точную линию нужно использовать вот этот вот тонкий кончик вроде мы еще довольно таки хорошей формы как мне кажется я их отрастила поэтому слишком долго это у меня не занимает как вы видите вот я при вас ничего не ускоряла и моя бровь уже готова обычно я не обхожусь только брау из либо вот эти вот брал дефайнер я еще все закрепляю тенями люблю чтобы вот это вот арка была довольно таки яркая я все такой же перфекционист поэтому если что-то малейшая линия не так как мне нужно то я просто вне себя ну и как всегда я проверяю начало брови что было у нас на месте да я думаю что моя бровка готова вот так она выглядит только с данным продуктом ну что был у нас брау из и теперь я чтобы все это закрепить просто пройдусь тенями тени у меня тоже от анастейша беверли хиллс у меня не в двух оттенках брюнетт дарк браун по моему и здесь у меня медиум браун такая вот двушечка так как сейчас я как-то все время их крашу посетлее зависит от настроения сначала я беру вот этот вот более светлый цвет и буду наносить его на начало брови чем эти тени не нравится это просто были абсолютные фавориты прошлого года иногда когда у меня совсем не было времени я просто проходилась тенями даже вот влажной кисточкой иногда и просто стойкость нереальная безумно мне так нравится обязательно попробуйте если вы не подружились с тенями бремль хиллс для бровей да то просто проводим эти намочить кисточку линия получается более ровная цвет более насыщенный и мне да очень нравится мой фаворит постоянно более темный цвет я всегда наношу на арку брови видите я так немножко тушу тушу у вас и карандаш и вот тени брови тогда выглядят немножко более естественно вот вот как то так кисточка кстати очень классная у меня много всяких перепробовала купила сейчас тоже от анастейша бирли хиллс на шумевшую там номер 7 по моему такая которая вместе с щеточкой на другом конце идет ну не знаю пока пробую все равно возвращаясь всегда вот к этой кисточке у меня же номер стерся здесь это мак 266 это из натурального ворса скошенная кисть у меня есть также 263 но она больше подходит для подводки либо может быть даже для deep brow pomade вот значит так и теперь как всегда чтобы сделать арку более изящной и чтобы поднять бровь открыть взгляд я буду наносить хайлайтер под бровь для этого дела я использую карандаш вот я его сейчас заточила вы могли слышать наверно это у меня от или маска в оттенке вау по моему я уже не помню много разных карандашей пробовали консилером порогу пользу все равно мне всегда нравится этот карандаш поэтому пользуюсь только им и что я делаю это просто очерчиваю границу вот так иногда я это делаю сверху очень кстати классно если где-то линия получилось не очень ровной то вы всегда можете это исправить вот при помощи светлого карандаша либо консилера так и теперь я беру какую-нибудь плоскую синтетическую кисточку и это все растушевываю и красиво оттягивают цвет вниз стараясь не задеть контур так и последний штрих это будет гель для бровей тоже настоящий певерли лис когда-то я его очень очень сильно ругала мне действительно не нравился но сейчас у меня брови стали гуще и им нужна более сильная фиксация как я говорила что брови можно сказать прям хрустят ветер дуй не дуй не знаю волоски с места не сдвинет поэтому я вновь в него влюбилась и и да моя бровь готова видите разница на лицо вот с такими сейчас я могу с такими конечно вы эти брови у меня уже нету этой паники что я без макияжа и что-то еще вот но мне так вот мои брови нравится больше они какие-то придают образу более закончен вид и мне так более более комфортно когда красить брови старайтесь не напрягает не поднимает чтобы чтобы и нарисовать естественную и правильную форму подстраивая одну бровь под другую очень часто также я люблю смотреть вот так вот наверх и тогда я вижу четкую границу и тогда очень хорошо лучше всего видны огрехи какие-то чем дольше я пользуюсь этим брау дефайнер мне кажется что все таки консистенция немножко другая он мне кажется какой-то более мягкий что ли более такой масляный какой-то не знаю пока не могу сказать что я прям в восторге но есть как есть также я всегда стараюсь краситься в большом зеркале брови особенно потому что когда вы красите в маленькое зеркало вот как я допустим сейчас делаю на то вы видите я только одну бровь ивану она кажется идеальный но потом когда вы смотрите зеркало видишь что они у вас абсолютно разные поэтому вот я еще у меня есть передо мной другое зеркало которое побольше и в нем я делаю делаю такой чекап как все дело идет как выглядят мои брови издалека всегда даже когда вы делаете любой макияж не обязательно просто оформляйте брови отходите немножко зеркало и посмотрите на себя как бы издали так ваш макияж получится безупречно хорошо обязательно нужно растушевать этот белый карандаш это очень часто видно девушки которые они и сверху и снизу этого намажут консилеры и потом не растушуют особенно очевидно на темнокожих девушек здесь кстати в ландове почти все они себе рисуют брови такие и консилером пользуются зачастую какие-нибудь там я не знаю оранжевым может чтобы перекрыть дискало в общем неровность тона до своего вот такие вот брови у меня сегодня получились результатом я довольна они мне получились такие довольные широкие в принципе как и всегда почти я их делаю такими широкими что могу сказать по поводу этого продукта не уверена закажу ли его еще раз после того как он у меня закончится не знаю пока буду пользоваться если вы следите за мной на instagram то я обязательно сделаю там апдейт в итоге как же мне он понравился пока это такое можно сказать второе впечатление от этого карандаша и ну я бы сказала на троечку наверное все таки когда я в спешке мне нужно сделать быстро и хорошо моя рука тянется все-таки к брау из либо даже к теням анастейши бэрли хиллс вот такое вот сумбурное видео мне получилось надеюсь вы для себя что-то новенького узнали я всегда на это надеюсь я все так же как и раньше помешана на бровях люблю пробовать новые продукты первое на что я обращаю внимание в человеке в девушке в основном да это брови и очень обидно за тех девчонок которые попали к плохому мастеру либо не умеют просто как-то оформлять свои брови и это выглядит просто печально так что мой обзор подошел к концу всем спасибо за внимание это была алекс и до новых встреч в новых видео пока пока